Футболисты Тульского арсенала одержали четвертую крупную победу подряд и продлили свою беспроигрышную серию до 13 матчей. В 14-м туре первенства зоны центра 2-го дивизиона подопечные Дмитрия Ленчева встречались со Спартаком из Тамбова. Первый тайм прошел с заметным преимуществом туляков, но забитых мячей за считанных арбитром зрители не увидели. А вот один незащитанный все же был. После удара Сергея Сухарева со штрафного мяч ворота подправил Александр Кутин, находившийся во всаде. Гости до поры до времени стойко сдерживали напор красно-желтых, но только до поры. После перерыва арсенальцев наконец-то прорвало. На 50-й минуте партнеры из глубины поля вывели на ударную позицию Павла Сергеева, и тот не промахнулся. Еще через 8 минут Ренат Тимохин замкнул выверенную передачу справа фланга в исполнении Александра Ключкова. На 67-й минуте Тимохин оформил дубль, добив в ворот отскочивший от Спартакского голкипера мяч. А еще через 5 минут Арсенал получил право на пенальти. Удар Александра Кутина вратарь парировал, но первым на добивание оказался Илья Чижиков, чуть не порвавший сетку тамбовских ворот. Свою порцию аплодисментов получил и Александр Филимонов, в концовке встречи спасший свою команду при ударе с близкого расстояния. В итоге 4-0 уверенная и красивая победа канониров. Они возили, ну как еще, я не знаю, как терминология спартаксовая, возить до упора и мяч даже понюхать не дали. Я был крайне недоволен первым таймом, в действиях моих ребят чувствовалась какая-то скованность, неуверенность. Пришлось даже, что я делал крайне редко, даже в перерыве повысить голос на них. Но рад то, что донес слова, которые были необходимы, считаю. И ребята порадовали уже в втором тайме. Порадовали и движением, и хорошими комбинациями, и, соответственно, красивыми голами. В турнире таблицы «Арсенал» по-прежнему второй с отставанием в три очка от воронежского факела, который выиграл 2-1 у «Металлурга» из «Виксы». В субботу, 6 октября, красно-желтые будут играть в Подольске. Ну а 11 октября туликам предстоит выезд в Воронеж.